Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики. Дата установлена в память о первом полете человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и первым в мире совершил орбитальный облет планеты. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут. Для Самары день космонавтики особый праздник именно здесь. Тогда еще в Куйбышеве была сделана та самая ракета, стартовавшая с Байконура 56 лет назад. Именно Самарские союзы различных модификаций уже более полувека составляют основу российской пилотируемой космонавтики. Это особо отметил губернатор Самарской области в своем обращении к работникам и ветеранам отрасли. В поздравлении также говорится, цитата, «На протяжении многих десятилетий наш регион являлся одним из крупнейших центров мирового ракетостроения. Именно наши предприятия РКЦ «Прогресс», Кузнецов, Тяжмаш и другие при активном участии Самарского национального исследовательского университета имени Академика Королева сыграли ведущую роль в создании космодрома «Восточный» и первом старте ракеты. По словам главы региона, сегодня стоит важная задача укрепить статус лидера космической промышленности. Губернатор поблагодарил всех самарских ученых, конструкторов, летчиков, космонавтов, инженеров и рабочих за преданность своей профессии, творческий подход к делу, смелость идей и нестандартность технических решений, упорный самоотверженный труд на благо нашего Отечества. Сегодня в Театре оперы и балета состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, а крупнейшие предприятия отрасли проведут тематические встречи. Так молодые сотрудники ПАО Кузнецов отправятся в автобусный пробег по космическим местам Самары. А и также сегодня в Самаре с визитом находится космонавт Олег Каноненко и японский астронавт Кимиа Юи. Как раз в эти минуты они посещают строящийся к чемпионату мира по футболу стадион Самара-Арена, что символично, согласно проекту, объект будет выполнен в космической тематике.